Сегодня мы поговорим о том, какие продукты полезно употреблять женщинам для снижения риска возникновения рака груди. В брокколи содержится вещество сульфарафан, которое помогает отыскивать и уничтожать злокачественные клетки. Только чтобы это вещество образовалось, нужно готовить брокколи на пару или есть сырым. Самое полезное в яблоке для нас и самое губительное для рака кожура. Но перед употреблением яблока вместе с кожурой подержите фрукт в холодной воде около 30 минут. Это уменьшит количество нитрата в яблоке. Согласно многочисленным исследователям, у женщин, которые употребляли сою с детства, заметно снижается вероятность рака груди, так как соя снижает содержание эстрогена в крови, тем самым защищает молочную железу от формирования опухолей. Избегайте соевого молока, сделанного из соевого белка или изолята соевого белка. В списке ингредиентов вашего соевого молока должны значиться цельные органические соевые бобы, причем на первом месте. Переработанные соевые продукты теряют определенную питательную ценность по сравнению с цельными, но все равно являются хорошей заменой мясной продукции. Не забывайте контролировать витамин В12, в особенности если вы не употребляете в пищу животный белок. Как показывают исследования, этот витамин поможет снизить риск рака груди до менопаузы на 64%. В оливковом масле содержание противораковых антиоксидантов, фенолов, полифенолов или гнанов больше, чем в любом другом. Конечно, в идеале надо есть сами оливки, но масло ExtraVision тоже хороший помощник для поступления этих антиоксидантов в организм. Три чашки листового свежезаваренного зеленого чая в день снижают риск развития рака молочной железы на 50%. Приятным бонусом будет защита от атеросклероза и сжигания жира. Порция смузи аналогична цельному съеденному фрукту и не вызывает скачка сахара в крови, в отличие от фруктовых соков, так как вы сохраняете мякоть и кожуру фруктов. Если вы не мыслите своего рациона без мяса, то съедайте такую же порцию зеленых овощей и фруктов и, конечно, ведите подвижный образ жизни.